Добрый день коллеги, в данном видео мы продемонстрируем как использовать виброскребок скрапер от компании Aheadway при работе со всей поверхностью спины. Для начала следует подготовить ткани, предварительно можете их слегка размять руками и нанести крем, вазелин, либо оливковое масло. Проработка тканей виброблейдом на поверхности спины совпадает с принципами классического массажа, направлено на улучшение циркуляции в данной зоне. Поэтому вся проработка будет происходить у нас по направлению к лимфатическим узлам. Напомню, что в данном случае спина делится на две зоны, поясничная, а также грудной отдел. В случае с поясницей мы работаем по направлению к лимфатическим узлам, которые находятся у нас в пахе, слева и справа. А что касается грудного отдела и шейно-воротниковой зоны, то здесь вектор массажа у нас направлен к лимфатическим узлам, которые находятся в подвышках. Скраппер имеет три режима температуры – 40, 45 и 50 градусов. Поэтому в процессе проработки тканей, по мере прохождения в глубину ткани, вы можете регулировать также и температуру поверхности скраппера. Степень давления на скраппер, а также температуру его поверхности, постоянно согласовываете с пациентом. Это не должно вызывать у него сильных болей. Также в процессе работы остерегайтесь проявления петехи и гематом на коже пациента. Это будет свидетельствовать о том, что вы пробрались достаточно глубоко в ткани и нанесли травму. Зоны, с которых вы начинаете свой массаж, грудная зона или поясница, а также сторона, левая или правая, к большому счету не имеет значения. Начинайте с той, с которой вам удобней. Вибрация скраппера имеет свой режим работы и работает короткими фазами. Также стоит учесть, что она автоматически отключается при потере контакта скраппера с вашими руками, а также при позиционировании скраппера в горизонтальной плоскости. Инструмент идеально подходит специалистам, стоящих на больших потоках, с большим количеством пациентов в течение дня. Что касается самих пациентов, то это, как правило, пациенты с миофасциальными болевыми синдромами, гипертонусами мышц, а также разного рода триггерными точками. Зарядки скраппера хватает на 2 полных часа работы. После работы рекомендуется использовать спиртовые салфетки для того, чтобы продезинфицировать поверхность инструмента. Работа со скраппером не является каким-то отдельным видом монотерапии, и поэтому прекрасно комбинируется с другими видами воздействия на ткани. Будь то ЛФК, будь то классический массаж, или будь то какие-то другие виды физикальной терапии. После того, как вы проработали ткани, уделите 1-2-3 минутки простому лимфодренажному массажу, и готово. С вами был Коломитц Павел, спасибо за просмотр.